Приветствую всех! И сегодня на обзоре у нас вот такие две почтовые, можно сказать, карточки. Раньше называлось открытое письмо. И давайте посмотрим, потому что время тяжёлое, передвижение ограничено. Добраться до своих каких-то основных запасов очень сложно. Поэтому вот показываю то, что имею под руками. Кстати, эти карточки недавно я вот как-то получил. Ну давайте, вот я их специально на две карточки рядом положил. Давайте посмотрим на особенности и что изображено на этих карточках. Итак, сначала внешние все, так сказать, данные. Открытое письмо, обратите внимание, иногороднее, и открытое письмо городское. Вот было такое вот различие между городом и страной, так скажем. Поэтому разный цвет и разный номинал. Значит, это зеленоватое, это коричневое. Номиналы 4 копейки за письмо и 3 копейки за письмо. Марка оригинального рисунка. Значит, с номиналом, с сеточкой, всё как положено. Герб, посмотрим. Герб Российской империи. Почтовый, старый герб. Вот с этими вот рожками, большого размера открытыми, дореформенными. Потому что потом, значит, сюда добавили перекрещивающиеся такие молнии. Тексты. Текст, место для адреса. Внизу такой текст. Это письмо может быть опущено в почтовый ящик и отправлено во все почтовые места империи и за границу. И второе. На этой стороне, кроме адреса, не дозволяется ничего другого писать. Вот такой вот текст. А в городском письме написано. Это письмо может быть отпущено в почтовый ящик и переслано только в городе, в городской почте, где таковая учреждена. И в данном случае все правильно. Значит, здесь мы видим адрес в Данцик. Это немецкий город. Сейчас это, по-моему, Данцик, да, польский город. А здесь рижский адрес только написан. Город Рига. По почтовому штемпелю мы четко это видим. Ну, внизу, значит, сначала рамочка вот эта. Довольно-таки сложная. Вот. Она прерывается вот тут вот внизу. Ну, текстом «Экспедиция заготовления государственных бумаг». Вот такое серьезное учреждение печатало эти карточки. Ну, довольно-таки все-таки приятно. Вот внешние, как говорится, выходные данные этих обоих карточек. Теперь то, что нанесено сверху этого. Значит, ну, мы видим адреса, написанные тушью, разными людьми. И за границу письмо в Данцик, да. Посмотрите, какой прекрасный штемпель с охранностью. Штемпель почтового вагона с четкой датой. Значит, 12-23-1877 год. Ну, вот. Здесь тоже почтовое отделение. Это этой же даты указано. А здесь только рижская печать почтового отделения без всяких, как говорится, разносолов. Написано просто «Рига». И 1879 год. Вот, 1977-1979 год. Ну, тексты, видите, один кудрявый, другой более такой грубоватый. Но, тем не менее, значит, сейчас тушь немножко подсела. И поэтому выглядит очень даже неплохо и органично вместе вот с этим желтоватым таким фоном. Материал картон. Вот он такой. Единственное, что вот если эта карточка, как говорится, прямая, хотя, вот видите, от солнца выгорел, то это вот была перегнуто. И вот остался такой след. Ну, обратную сторону показывают. Тут, собственно, ничего такого нет. Вот только вот эта рамочка, она более простая. Но, тем не менее, тексты, место для письма. И почтовое управление за содержание письма не отвечает. Точно так же здесь. Чуть-чуть другой шрифт, но точно такой же и здесь. Ну, для любопытности, конечно, тут тоже есть какая-то информация. Обратите внимание, что указан и Данцик, место отправления, да. Указана дата, 3-е, 8-е, 77-е год, текст. И точно так же здесь, хоть и в Ригу, но тоже человек указывает, что 30-го, 1879-го года отправлен текст по-немецки. Вот такая вот, казалось бы, такая незамысловатая информация. Карточек, которым 100, теперь сколько, 150 лет. Карточки Российской империи, которые, видите, отличались. Оказывается, были иногородние, и городские, и так далее, и так далее. Ну, и, конечно, по маркам, которые были напечатаны, по ценам, реформе, дореформе, которые происходили в Российской империи. Обращайте внимание на такие вещи. Это прекрасное украшение любой коллекции, которую, если вы собираете, Российской империи. Всем здоровья и всего хорошего.